И слово нашему последнему спикеру Чанковаеву Тимуру, заместителю представителя Оценного общества Инвестиционный фонд, закладом о создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру и криптово-ъемке производства. Большое спасибо за предоставленное мне слово, возможность представить свой доклад, который у меня на слайд-шоу, презентация. Я прошу прощения перед аудиторией за то, что мой доклад технический и последний одновременно, но я постараюсь изложить коротко тему и бодро. Пожалуйста, обратите внимание на презентацию. Первый слайд говорит о роли инфраструктуры сегодня в достижении экономического роста, как фундаменте экономического развития. В последнее время на инфраструктуру обращают пристально внимание, как на основную предпосылку развития, это так называемые инвестиции в инвестиции. Согласно исследованию Royal Bank of Scotland, групп PLC и Кембриджского университета, 40 крупнейших развивающихся экономик мира должны ежегодно в течение ближайших 20 лет инвестировать в инфраструктуру не менее 1 триллиона долларов ежегодно, только для поддержания высоких темпов роста. Понятно, что без ресурсов частного сектора решить эту задачу невозможно. Поэтому в Казахстане, как и везде в мире, основной вопрос сегодня, как финансировать эти проекты на фоне падения интереса, прежде всего, кредиторов к данному классу активов из-за кризиса и в связи с происходящей фундаментальной переоценкой ценностей в мире. Как и везде, на первый план выходит государство. В Казахстане единая стратегия и подходы в этой сфере были сформированы в результате скоординированной работы правительства, Национального банка, Фонда национального блога состояния Самруб Казына и национальных компаний по реализации конкретных поручений главы государства, в том числе направленных на реализацию так называемой новой финансовой инициативы для частного сектора, или МФИ. Новая финансовая инициатива для частного сектора представляет собой комплекс мер по созданию благоприятных условий для привлечения частного сектора в инфраструктуру и мультипетал-ъемки проекта. Ниже приведена структура и основное содержание этих мер. Эти меры частично завершены и готовы к использованию, частично находятся на стадии подготовки и внедрения. Так, например, в этом году было принято законодательство о проектном финансировании, которое защищает кредиторов путем передачи им контроля над денежными потоками от проекта. Размещению проектного долга будут способствовать дальнейшие меры по минимизации рисков инвесторов, включая новую роль Национального фонда. Для компенсации недостающих денежных потоков в проектах со слабыми будущими денежными потоками принимаются меры для перехода к универсальному законодательству о прямых долгосрочных госзакупках или о контрактах ГЧП как альтернатива концессии, ограниченной коммерческим пользователям. При этом всегда необходимо соблюдать баланс интересов основных заинтересованных групп, которых в таких проектах много. То есть это, во-первых, кредиторы, потребители, частные секторы, государства и в том числе через госпегулирование. Поэтому внедрению такого механизма господдержки, как, например, плата за доступность, о которой начали говорить недавно, должны предшествовать контроль госдолга и бюджетной эффективности. Ожидается, что весь комплекс мер будет реализован в течение этого и будущего годов. И как конкретный пример, был по поручению Совета по экономической политике подготовлен пилотный проект и протестирован. Это Большая Алматинская кольцевая автодорога. В прошлом году подготовлен отчет ЕС Делойт на основе новой финансовой инициативы, включая финансовое ТЭО и экономическую модель проекта. Данное тестирование показало, что БОКАД по схеме проектного финансирования, на основе новой финансовой инициативы, значительно превосходит все остальные сценарии и наиболее полно удовлетворяет интересам всех основных участников. А именно, первое, способен привлечь проектный долг, доступен для пользователей при тарифе 300 тенге за машину, имеет положительную бюджетную эффективность. Единственные критерии целесообразности ГЧП с точки зрения госфинансов. Частный сектор получает требуемый доходностный капитал с поправкой на риск. Предполагается, что проект будет реализован до конца 2013 года при содействии международных финансовых организаций. И в заключение, комплекс мер новой финансовой инициативы соответствует рекомендациям ЕС, Европейского институтного банка и Европейского центра экспертизы ГЧП, является аналогом усилиям, которые предпринимают сегодня Европейский союз и Европейский институтный банк, а также национальные правительства в Европе и в мире через ряд программ стимулирования, таких, например, как инициатива Европейского союза по выпуску проектных облигаций, объявленная председателем ЕС Борозов сентября 2010 года. Но при этом программа учитывает особенности казахстанской юрисдикции, уровня развития финансового сектора и экономической ситуации на современном этапе. Ориентирован как на внутренних, так и на иностранных инвесторов и на их участников рынка. Поощряет создание СП с международными операторами. И на наш взгляд имеет большой практический потенциал для членов НЭП Адринекен, Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан и других общественных и профессиональных объединений, на которых в первую очередь рассчитаны эти меры. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...